Вышло долгожданное обновление на пятилетие игры и прямо сейчас ты узнаешь сколько будут стоить скины из шарп кейса после выхода на рынок и в ролике я разыграю обещанный нож. Заряжай лайкос за мое возвращение, а его цифра покажет, что тебе выпало в колесе фортуны. Поехали! Первый скин новой раркой шарп коллекции M16 Needle, ну или же в переводе игла. Довольно строгий скин в темной цветовой гамме, видны геометрические элементы и красное оформление некоторых деталей скина. Лично мне очень нравится эта модель, по цене все довольно предсказуемо, коллекция новая, а ажиотаж в игре огромный, поэтому данная рарка будет в руках очень многих игроков стендоффа. И даже не по одному экземпляру, поэтому продавать ее будут много, ну а желающих приобрести станет меньше. Мой прогноз на данный скин, ну примерно 60 копеек, думаю выше цена не прыгнет абсолютно. Скин номер 2 M40 Grip, тоже довольно интересный геометрический скин, сочетает в себе элементы строгости фигур и более-менее фановые местами яркой раскраски. Но честно скажу, мне данный скин не понравился, в игре есть куда более удачные модели для M40. По прогнозу все будет довольно интересно, ведь тут роляет не только количество скинов у игроков, но и конкуренция среди других скинов на M40. Я предположу цену приблизительно в 50 копеек, а то даже дешевле, мне кажется больше на нем не заработать. Третий скин на сегодня, Tech Nine Needle, точная копия первой рарки из коллекции, и как по мне, выглядит он на Tech'е в разы лучше. Вот прям замечательный экземпляр в коллекцию, особенно для любителей строгих скинов, шикарнейшая модель, но заработать на ней много голды не предоставится возможным. Потому что после выхода на рынок новой коллекции, и когда цены уляжутся, больше 60 копеек поднять не получится, к сожалению. Моментальный розыгрыш на бабочку Starfall, пока я уходил на месяц перерыва, вы набрали 200 тысяч подписчиков и даже куда больше. Как я и обещал, бабочка ваша, для участия прожимай лайкос, подписывайся на канал с колокольчиком, я его обязательно буду проверять. И оставляй комментарий с твоей айдишкой, только напиши его, пожалуйста, буквами, как я показал тебе на экране. Так ютуб не будет ругаться и удалять ваши комментарии. Всем удачи, а вот победители с прошлого видео. Финальная рарка на сегодня, USP Purple Camo. Отличный скин, вот вроде смотришь и не видишь в нем, но ничего интересного. Но в целом это отличный пиксельный камуфляж в очень хорошо подобранной цветовой палитре. Конечно, тоже из разряда спокойных и строгих камуфляжей на оружие. Это же прекрасная штука, но продаваться будет не очень дорого, мне кажется, что-то в районе 55 копеек. Возможно, даже ниже, если игроки захотят массово сливать этот юспик. Переходим к эпикам. И первый на очереди АКР-12 Steam Beast, клон известного нам скина, который появлялся в игре ранее на другой вид оружия. Но, как по мне, на АКР он вышел лучше, выглядит посвежее. Мне очень понравилось, как художник обыграл элементы прицела с помощью скина. Довольно хорошая работа, мне с таким бегать более чем приятно, но вот по цене получается другая картина. Я думаю, купить или продать данный скин можно будет за 2,5 голды. И я считаю, это оправданный ценник с учетом всех возможных факторов очень близко к действительности. Диггл, пиранья, новый эпик в рамках шарп-коллекции. Отличный скинец и исполнен в более мультяшном стиле. Ну а крас художник решил выбрать более спокойный. Нет каких-то пестрых элементов и скин получился мягким. В любом случае, зловещие рыбки на дигле это довольно прикольно. И многим любителям этого пистолета более чем зайдет. Прогноз на этот скин у меня предсказуемый. Готовим 2 голды на покупку, ну или же продажу пираньи после стабилизации рынка. Третий эпик в коллекции М4А1 СОУР. Отменный скин, который выполнен просто идеально. В целом мы опять видим строгие геометрические разделения. Это прослеживается в целом по коллекции. Но яркий кислотный зеленый цвет сильно выделяет новинку на фоне остальных моделей. Мне очень нравится. С удовольствием буду бегать с этой моделью. Она получилась просто пушечной. И что-то мне подсказывает, что спрос на нее будет огромный. Скин удался. Поэтому ценник я предугадываю примерно 3 голды. Мне кажется довольно неплохо и бюджетно можно будет закупиться. Переходим к легендаркам. На очередь у нас G22 Казуал. Легендарный скин, который стал неким мифом стендоффа. Удаленный и очень красивый скинец. Да еще и на стартовый пистолет. Выглядит бомбически. Очень яркий пиксельный камуфляж. Да и казалось бы, такой редкий пистолет, о котором ходили легенды. Он должен стоить невероятно дорого. Но реальные рынки нашей игры заставляют резко изменить свое мнение. Я тебя уверяю, дорогим он не будет. И примерную цену можно будет ожидать, но 17 голды, не больше. Как бы мы не захотели продавать его за тысячи, но выше ценник вряд ли прыгнет. П90, упс. И вот это прям хорошо. Я обожаю подобные скины. Яркие, вызывающие, отлично подобранные цвета. И даже виден довольно интересный глазастый персонаж. Мне очень зашло, и я готов бегать с ним буквально в каждой катке. Свое мнение можешь оставлять в комментариях, но я прям в восторге. Что же у нас выходит по цене? На самом деле тут довольно сложно, но я попробую. Мне кажется, примерно 13 голды будут запрашивать продавцы, исходя из спроса и предложения на рынке. Не думаю, что прыгнет сильно выше. P350 Tech King. Отличный скин. И вот он безумно сильно отличается от всего, что мы видели ранее в рамках новой шарп-коллекции. Скин, исполненный в стиле ивентовой обновы, а именно граффити с яростным персонажем, который грозится затегать всю игру своими граффити. Выполнено очень прикольно, и по стилистике попадание в десятку мне очень сильно зашло. И мне кажется, цена очень долго будет держаться на отметке приблизительно. Ну давай 14 голды, может быть совсем незначительно дороже, но существенного роста ждать не стоит очень долгое время. Ребятки, наш канал растет нереально быстро. Как только мы апнем 300 тысяч подписчиков, я разыграю вот этот нереальный керамбит. Если ты хочешь ускорить розыгрыш, рассказывай о канале друзьям. Они подпишутся, и нож будет в кармане очень быстро. Огромное спасибо. Переходим к самому вкусному АКРТ Кинг. Вот это прям пушечная работа, по сути практически не отличается от своего младшего брата по коллекции. Но мне очень заходит дополнительный желтый цвет, он прям придает этому скину некую изюминку, за что художникам студии огромное спасибо. Цена на этот скин будет серьезная, потому что, во-первых, это Аркана, а во-вторых, этой моделькой действительно хочется владеть. А выпадать она будет куда реже, чем нам с вами хотелось бы. Мой прогноз на данный скин в обычной не статрековской версии 140 голды может и спокойно прыгнуть до 150, но это маловероятно. Фа-бум-бум, этот скин мы уже видели, и он нам до боли знаком по авику, который выходил ранее. Как для дробовиков отличный скинец, который действительно хочется получить, но если подумать, то с ценой будет куда сложней. По одной простой причине, это выбор оружия. Мы действительно не так часто пользуемся дробовиками, как калашом, и поэтому скупать его захотят менее охотно, прям в разы. И продавцам придется постепенно снижать цены, чтобы хоть как-то навариться на данном скине. Да, конечно, обидно, но это современные реалии рынка нашей игры. Мой прогноз цены будет в районе 120 голды, не думаю, что рост возможен. И заролял здесь именно выбор оружия для категории арканы. Самое сладенькое оставляем на десерт, это новые тычковые ножи, а именно дабл даггерс. В игре их встретили очень тепло, отличная новинка, представленная в коллекции в четырех разных вариантах. И все выглядят потрясающе. Анимации на них неплохие, и в целом очень много игроков захочет бегать не с привычным ножом, а держать в руках нестандартные двойные ножики. Ценой определиться действительно очень трудно, ведь выбить их трудновато. Кому-то везет тычки с одного кейса достать, а другие игроки прям потеют и сливают десятки тысяч голды, но остаются вообще без тычков. Но давай я дам тебе разброс цены, который будет очень похож на реальность. Я думаю цена будет колебаться от 850 голды до 1000, возможно даже немножко больше, но мне кажется этого не случится. И такой разброс довольно правдоподобен, когда рынок встанет на свое место. Если тебя интересовали только цены скинов, на этом в принципе все, но послушай меня пару секундочек. Я очень давно не выкладывал ролики, и сейчас возвращаюсь с твоими любимыми рубриками. Находясь в небольшом отпуске, я постарался улучшить свои навыки создания видео, и придумал много интереснейших идей. Я очень скучал по каждому из вас, спасибо, что вы поддерживаете меня и дарите море позитивных эмоций, можете не переживать. Я вернулся, и теперь контента будет очень много. Прямо сейчас отправляю это видео другу, а пока он будет смотреть, выбирай себе ролик из подсказки, они офигенные, а ты их еще почему-то не посмотрел. Пока-пока!